Приветищи! Это Супролэнд, и мы продолжаем наш с тобой удивительное путешествие. Это наш маман, если ты не помнишь. В прошлой серии мы достали вот такую вот пряжку, которая у меня на поясе висит. Я её могу включать-выключать. И она-то нам и поможет преодолеть вот эти ворота, чтобы дойти до фиолетового кристалла. Мы её с тобой включаем. И как магнета поднимаемся по этой отвертке и перелетаем вот сюда. Здорово, ребят. Опа. Они говорят, что велики. Чего-чего-чего-чего? Они говорят, что великий гремучий ужас вернулся. Перед битвой с гремучим ужасом тебе, наверное, стоит найти побольше улучшений. Спасибо, чуваки. А чё это за гремучий ужас такой, интересно? Прям очень любопытно. Ух ты, да тут у нас пляж. Смотри, пальмочки стоят. Классненько так. Ты нам чё скажешь? Не видел под огромным стулом парня с ноутбуком и жёстким диском? Он охраняет очень мощное улучшение. Может, ты сможешь как-нибудь вайпнуть его диск? Ого, нифига себе, чё это, в хакеры мне, что ли, заделаться? Вот это да. А ты, братиш, чё расскажешь? Я видел там гремучий ужас. Не пытайся с ним драться без хорошей подготовки. Окей. Значит, там гремучий ужас, который охраняет фиолетовый кристалл. Ну, в принципе, фиолетовый кристалл, он тут близко. Вон, смотри, через стеночку вот так вот, хоп. Но прежде нам нужно разобраться со здешними головоломками. Наверняка здесь есть какие-нибудь улучшения. Угу. Досочки можно разбить. Здесь у нас прыгпанель, от неё идёт провод тра-ти-ти-ти-ти-ти наверх. Смотри, сколько здесь проводов. Это капец просто, тут паутина какая-то. Нажимаем кнопку и заработает прыгпанель. По идее, да, вон прыгпанель активировалась. Но, нам нужно открыть вот эти доски. А доски открываются вон там наверху. Идём обойдём всё это строение. Наверняка туда можно подняться каким-то макаром. Тайничок? Сейчас мы его разобьём. Ага, сундучелло. Святая пушка? Серьёзно? Что это мне даст? Уничтожение деревянных надгробий из пушки. Теперь ваша пушка может уничтожить деревянные надгробия. Ура, наконец-то я этого дождался. Зато меч меня крайне начал бесить. Смотри, здесь новые скелетоны, а не с луком. Здесь у нас есть досочки. Интересно, досочки я смогу разбить? О, да ладно, я теперь доски могу пушкой ломать. Есть проходик. Активируем нашу пряжку и взбираемся по металлической конструкции. Ух ты, там монеточки, смотри. Как мы их с тобой достанем? Конечно же мы запульнём туда снарядом. Всё, выше и выше и выше подняться нам нужно сейчас. Здесь очень тесновато, слушай. Куб сюда я поставить не могу, чтобы... А нет, хотя поставился. Есть. Нет. Давай запрыгивай, ну что ты? Ладно. Там вон есть металлическая конструкция. Если я активирую пряжку, я попробую до неё допрыгнуть. Получится или нет? Давай-давай. Есть, получилось. Ништяк мы с тобой наверху. Наверху сейчас всё активируем. Значит нажимаем вот эту кнопочку. Прыг-панель включилась. Теперь вот эта штука... А вот эта штука что-то не работает, слушай. Эта же кнопка должна... А, вот эта кнопка она активирует вон ту прыг-панель, да? Точно. Ну, давай поставим здесь кубок. А вот этот рычаг открывает вон те ворота, да? Ну-ка. Отлично. А, но он недолго всё это дело делает. Есть одна идейка. Ставим здесь кубик. Запрыгиваем обратно наверх. Берём пушечку теперь. Нажимаем на кнопку, активируем. Подожди, от красных, интересно, отлетают наши патроны? Вот как это должно было сработать. Значит, пуляем. Отлетает. Есть, сработало, ништяк. Сундучок ещё один. Что здесь у нас? О, сколько монет. Мне кажется, что я вижу магазинчик. Ты тоже его видишь? О, привет, продавец. Подготовься к встрече к гремучему ужасу. Да что ж такое? Что это за гремучий ужас? Все о нём так болтают. У меня 328 монет. Возьму шанс крита обязательно. Регенерата здоровья не хочу. Урон к пушке возьму. Максимальное здоровье возьму. Вот это я бы тоже взял, но денег уже нет. Ладно, пойдём. Смотри, какая огромная местность. Мне кажется, что здесь... А вон там, кстати, кристалл. Кажется, что здесь чего-то сейчас будет. Битва. С гремучей вот этой штукой, наверное. Ой-ой-ой, что-то активировалось. Ау! Нифига себе, какой скелет! Какой ты огромный! Ничего себе! Это что, типа босс? Ты босс? А что ты такой огромный? Не, ну хотя для босса это... Это нормально. Знаешь, кого ты мне напоминаешь? Короля Лича. Очень похож на Короля Лича. Из трубы ещё скелеты выпадают. А в них я просто так стрелять не могу, да? Придётся в рукопашку. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай, больно. Нужно отключить вначале щит. Отключаем щит. Можно теперь стрелять в скелетов. Хотя не так всё просто. Я не все щиты разблокировал. Готов. Отключаем. А-а-а, здесь нет переключателя. Что ж такое-то, наверное, надо. Значит, взбираемся по трубе наверх. Он, надеюсь, нас там не достанет. Так, ребятки, отстаньте от меня. Включаем наш... Включаем нашу пряжку и взбираемся наверх. Летим, летим, летим. Как хорошо, что у меня есть пряжечка. О-о-о, он всё равно до меня докидывает. Вот, чёрт подери. Смотри, он баллоны прям в меня кидает. А там пушка, которая стреляет. Что ж такое-то? Надо вон туда как-то допрыгнуть. Ну, взбирайся, давай, залетай. Отключили. Пробуем забраться по трубе ещё раз наверх и допрыгать вон туда. Прыгаем, давай-давай, это лететь должен. Ну, что ж какой-то не долетел. Ох ты, кстати, смотри, я как ему дамаг наношу. Ой-ой-ой, ребятки. Лазер пробивает щиты. Да ты что, серьёзно? Как я могу тогда вот так вот? Единственное, у лазера очень мало дамага, поэтому это не выгодно для нас. Если только вот так вот не стрелять в него. Так, по 30 мы ему дамага наносим. Но нам нужно... Ой, ой, там стрелы. Нам нужно вон туда долететь. Давай-давай-давай, есть. Отключаем. Что, всё? Нет, не всё. Только час заметил, оказывается. У неё есть розетка, вон она, смотри. Сейчас в неё попробуем попасть издалека. Есть, получилось. Ничего себе, мы всё отключили. Вау. Ты видел, что это? Это просто... Нескончаемое пламя. Офигеть. Вот это он мощный. Последний. Всё, мы отключили все щиты. Теперь мы можем в него стрелять. Вот так, получай. Смотри, как мы его быстро убиваем. Просто капец. Главное, знаешь, не попасть в огненную волну. Иначе он нас распепелит. Есть! У меня как раз заряд закончился. Сколько монеток с него выпало, я думал. Что, 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 что? Ой-ой-ой, метеорит падает. Серьёзно? Надо быстренько собирать монеточки и валить от этого. Валим, валим, бежим! Всё, он вроде бы закончился. Пойдём спустимся, пять монетки дособираем. Я с этого босса даже сто монет не подобрал. Ну что это за босс такой? Нищебродный. Вон, погнали, поговорим вот с этими чуваками. Чё они расскажут? Я убил гремущий ужас. О нет, вулкан извергается. Это значит, что все адские кратеры будут теперь открыты? Чуваки, я не знаю, честно. Я не знаю. Но это явно нехорошо. И это всё не из-за меня, если чё. Я не виноват. Странная какая-то фигулина. Кубик может сюда наколдовать. Эх. Ладно, пойдём дальше. Мы почти-почти дошли до фиолетового кристалла. Вон он, вон он светится прям. Эй. Чё расскажешь? Ого, ты одолел гремучий ужас. Послушай мой совет. Иногда сама дверь намного важнее того, что она скрывает. Сказал загадкой. Но ты загадочный тип. Смотри, скелеты куда бегут. А куда вы бежите, товарищи? Куда вы бежите, собственно? Давай попробуем залететь туда наверх при помощи нашей пряжки. Таким вот макаром. И что мы здесь имеем? Пробраться мы туда можем? Можем. Здесь какой-то странный шарик. Возьмите шарик. Ну давай возьмём. Вот эта штука, видимо, открывает дверь. Мы взяли шарик. Серебряный шарик. Ага, нашёл. Здесь лазичка есть. Как раз для этого снаряда. Берём наше ядро. Закидываем сюда. Включаем нашу пряжку. И... Нет, рано включил. Сейчас он должен закатиться туда. Включаем. И покатили его под ничью. Вот так вот. Катись, малет, за мной. Эй, эй, эй. За мной, за мной. Поехали, поехали. Нам нужно его вот сюда подкатить. Давай, вставай. Есть! Есть контакт. Двери открылись. Что у нас здесь? Ты это видишь? Красный чувак с синим чуваком? Серьёзно? Вы что, дружите, что ли? Один больше другого. А, это женщина. Пожалуйста, не говори никому, что мы встречаемся. Эй. Эй, эй, эй. А ты бы что-нибудь тоже сказал, кроме эй. Ладно, не буду я ничего говорить. У нас здесь есть ещё одна любопытная конструкция. Ты посмотри только на неё. Наверху какая-то подставка. Уверен, там что-то скрыто. Здесь есть проходик. Проходик к трубе. От трубы идёт... Ты видишь, да? Переключатель. И как нам туда попасть? Сбираемся сюда, потом сюда. И... наверх. Та-дам! Вот мы и пробрались. А как отсюда выбраться? А-а-а, здесь, смотри, прути металлические. Всё элементарно. Ну что, пойдём зайдём в трубу, посмотрим, куда она нас выплюнуть. Оу! Знакомое место. Мы же здесь семинациями. Оу! Големы! Големы, големы. Что же у нас здесь? Ты посмотри. Фиолетовая розетка. Может быть сюда подойдёт наш куб? Не, не сработает. Нифига. Да уж. А вон и жёлтая розеточка. 166 звёздочек нужно. Обалдеть. Ну и болото тут. О! Голем сейчас выскочил по-любому. Голем. Голем, давай выпрыгивай. Где ты там? Пупсик. Ага, сейчас. Вот так-то, как мы легко с ними разделаемся. Здесь, короче, тоже стоит антенна. Давай попробуем наверх запрыгнуть. Мне кажется, что мы вон оттуда сможем сюда запрыгнуть. И там чего-нибудь активируем. Смотри-ка, наверху вон что-то есть. А мы-то туда и не залазили. Мы только здесь. На этом этаже только побегали. Мы только вот так вот забрались. И всё, нам больше ничего не нужно было. А теперь у нас вот эта плита поднялась. И у нас есть возможность сюда взобраться. Давай поднимайте. Опачки. Там у нас досочки, которые мы можем пробить. И кнопочка, смотри. Есть. Взобрались. Что мы здесь имеем? Батарейка. Батарейка. Куда она? Батарейка у нас улетела вон туда. Давай мы её заново зареспауним. Вот так-то лучше. И давай теперь спуститься попробуем. Тачим её вот сюда. Мне кажется, что здесь где-то её нужно поставить. Где-то. Где-то. Вот сюда её нужно поставить. Есть. Мы активировали всё. Ну а дальше ты помнишь, да? Как это всё дело работает. Значит, нужно пульнуть вон туда. Сейчас всё активироваться должно. Есть! Контакт! Что у нас? Что у нас здесь? Сундук? Сундук. Здоровье плюс пять. Давай теперь попробуем пульнуть вон туда. Нет, не сработает. Слушай, как нам активировать вон ту розетку? Я как бы не достаю физически. Сверху, как мы видим, туда пробраться никак. Как именно розетку нужно активировать. Ладно, воспользуемся прыг-панелью. Виу! Ой, сколько здесь этих вулканических големов. Давайте, парни, по одному выбирайтесь. Вылупляйтесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как вас много. Здесь у нас приёмник. Сюда нужно будет стрельнуть вон оттуда тогда, получается. А, или просто сюда батарейку перенести. Слушай. А тут у нас чего? Что это за здание такое? Закрыто. Хей! Там внутри кто-то есть. Болтает со мной. Дорода. О! Синий кирпич. Капец, он скользкий. Я на него взобраться не могу. Давай-ка разберёмся вот по этому металлическому столбику. Досочки пробьём. Переключатель нажмём. Активировали прыг-панель. Совсем на чуть-чуть. Ладно, пойдём посмотрим, что у нас там. А здесь нам нужна батарейка. А вот, кстати, батарейка. Пожалуйста. Пожалуйста, вставляем. Ю-у-у. Успел. Успел вытащить. Сейчас мы её притарабаним вот сюда. Так. Активировали, активировали что-то. Активировали где? Не слышу, где? Снизу, что ли? Где мы ещё активировали? А, во-во-во, смотри. Вот-вот, что мы активировали. Так. Теперь мы можем отсюда пульнуть. Вон туда. Нет. Не пуляется разрядом-то нифига. Что это за дела? А, я её могу. Вон она что, смотри. Я её могу крутить-вертеть. У-у-у. Круто. Так, значит, вот это сюда. Почему у нас работает здесь один приёмник, интересно? Как? Нифига си. Я как проводник соединил их. Значит, ставим сюда куб. Есть. Получилось. Бежим сюда. Наковальня? На кой чёрт она мне сдалась? Ну, раз можно взять, давай её отсюда стырим. Кнопочку нажмём. Куда мы эту наковальню можем пришпандорить? Ладно, ставим её здесь. Повернём нашу ручечку. Ручечку давай, поворачивайся, поворачивайся. И вот сюда, вот так вот. Ого. Нифига си, как наковальню-то притягивает. Ты видел? Кстати, а может мне эта наковальня нужна, чтобы я при помощи неё смог левитировать? Нет. Она ко мне притягивается. А, подожди, я понял, понял, понял. Смотри. Её нужно поставить вот сюда вот. Да что ж такое-то. Вот таким макаром. Всё равно не достаёт. Вот. Вот она должна сработать. Давай, давай, давай. Вот как-то так её нужно поставить, но... Что сюда поставить? Синий куб. Синий куб нужен. Берём синий куб. И теперь сверху наковальню. По идее, должно сработать. Есть! Работает! Но, но-но-но-но-но-но. Как бы нам эту конструкцию заставить работать? Дело в том, что сюда я куб накастовать не могу. Вот так вот, чтобы он тут остался висеть. Он упадёт. А если я накастую его на прейк-панель? Он не слетит с неё? Вроде бы... Нет. Отлично! Теперь нам нужно просто предугадать момент, когда он будет наверху. Нажимаем. Ей! Заработало! Кошер, синяя, ты видишь? Ты видел? Там синие доски. Как бы нам туда попасть? Ладно, фиг с ними, с этими синими досками. Пойдём сюда. Мы уже почти, почти дошли до нашего фиолетового кристалла. Чуть-чуть совсем осталось. Сюда нужна батареечка. Сейчас мы её притарабаним, и тогда у нас откроется... Наверное, вот этот блок. А, нет, здесь прейк-панель, смотри. Батарейка ты нам очень нужна. Чпинг. Прейк-панель. Опа! Всё работает. Ну что, полетели? Уи-и-и-и-и-и-и. У-у-у. Какой здесь классный домик. Жёлтая труба. Ворота. Здорово, чуваки, и чё стоите? Нифига себе, у вас здесь четверо. Один мужик. И три девчонки. А там, интересно, как эта штука нарисована. И там чувак какой-то любопытный. Люди, чё вы здесь стоите? Розовый? Почему у вас текст розовый? Ой, сколько всего болтовни, ладно, давай по очереди. Когда-нибудь ему придётся выйти из дома. А ну, лучший игрок в истории Супрабала. Я так его обожаю. А ты что скажешь? Это точно его дом? Не могу поверить, что мы нашли его. Вау! Третий алмазный ранг. Вау. Он единственный, кто получил третий алмазный ранг в супраболе. Чё это за тип? Чувак. О, да ты крутой. У него даже смотри. На жилеточке есть третий алмазный ранг. Надо к нему как-то проникнуть. Только как? По-любому есть лазейчка. Может приподнять дом? Хе, дом приподнять. Двери не открыть. У меня есть пушки. Почему я просто не могу расплавить дверь? Вот это опро... Ооо, я могу снять вот эту штуку. Ты видел, да? Я своего дома снял, между прочим. Его ранг изменился. У него больше нет третьего алмазного ранга. Хе, снял табличку и всё. Что случилось с третьим алмазным рангом? У него больше нет третьего алмазного ранга. Какой теперь у него ранг? Эти чуваки в недоумевании. Вы чё, не видели, что это я снял эту табличку? Может её можно перекрасить каким-то макаром? Я не знаю. Смотри-ка, труба есть. Труба, труба, труба. Поднимемся по ней? Там вон есть антенна. Давай поднимемся наверх. Вот таким макаром. Опа, на! Санта-Клаус тут лежит! И мы через дымоход сейчас проникнем туда. Ха, как прост. Санта, чё с тобой произошло? Шапка и фальшивая борода. Этот мужик из рекламы газировки умер от отравления дымом, когда пытался пробраться в дом суперзвезды. Должно быть, он хотел его обокрасть. Вы сдирайте с него фальшивую бороду и шапку. Теперь у меня пополнение коллекция шапок. Можно было бы у него ещё костюмчик стырить. Я бы на Новый год с Санта-Клаусом поработал. Чё, в дымоход проникнем или мы слишком толстые? Я, если честно, даже не знаю. Давай попробуем. Ага, не можем. Ну, вниз туда совсем как-то не хочется. Прям очень спускаться. Пойдём посмотрим, что у нас вон там. Между решёток что-то стоит. Похоже, это батарейка. Серьёзно, это батарейка? Опа, как мы её грамотно туда запольнули. Ворота открылись. И что мы получили? Я думаю, что мы сейчас спустимся с тобой вниз всё-таки сюда. Активируем панель. Чтобы мы могли отсюда выбраться. И посмотрим, что мы здесь имеем. А имеем мы здесь... Ага! Прикольно. Это чувак из фоллаута. А можно вот эту модельку как-то забрать? Есть! Волто! Я её взял! У этого блондины из убежища нет большого пальца. Он умер вскоре после того, как тоже это заметил. Вы берёте его игрушку, которая выглядит в точности как он. Похоже, что выхода у меня другого нет, кроме как бежать сюда. Тогда оторвём здесь батарейку. Поставим её вот сюда. Пульнём туды. Есть какой-то... О! Там чувачок, кстати. Здорово. Ты кто такой? Ты футболист, что ли? Третьего алмазного или золотого ранга? Эх! Я проиграл слишком много матчей. И теперь мой ранг всего лишь второй бронзовый. Девушки больше мной не интересуются. Я расскажу тебе кое-что полезное. Если ты приведёшь их сюда. Ха! Да легко! Легко, легко, легко. Я просто возьму у тебя вот эту штучку, да? Пойдём. Пойдём. Сейчас мы эту табличку, короче, повесим на дом нашего чемпиона. И эти ребята должны свалить от него. Вот так-то. Чуваки, что скажете? О! Всего лишь второй бронзовый ранг? Правда? Ну и лузер. Пока-пока. Ха-ха! Круто! А куда они исчезли, интересно? А, исчезли они, по идее, по идее, по идее. Туда, куда я сейчас прикреплю табличку третьего алмазного ранга. То есть, вот сюда. Так. Где-то, где-то... О! О! Какой мужчина! Какой дом! Девушки! Здравствуйте! Третий алмазный ранг. О боже, какой мужчина! Ну всё, я привёл. Влажная губка и движущаяся платформа могут проводить электричество. У-у-у! Спасибо, я про это совсем забыл. Что вода может проводить электричество. Ё-моё! Вода у нас есть вот здесь. Сейчас мы намочим губочку. Давай-давай, мокни. Губка. Губка у нас намочилась. Валим. Ставим нашу губку на платформу. Вот так. Кнопочка есть. А-а-а! Тихо-тихо-тихо-тихо. Платформа очень быстро ездит. И губка сваливается. Есть вариант поставить вот так вот. Коп. Нажали. Есть контакт. Смотри-ка, а там вон чё это лежит? Наковальня. Есть вероятность, что наковальню нужно поставить где-то... Где-то, где-то, где-то здесь. Костуем сюда наш кирпичик. И на кирпичик нужно поставить. Сейчас я объясню, почему именно так. Потому что наковальня является проводником. Нам нужно пустить ток вот через вот эту металлическую штуку, чтобы она прошла через наковальню и пошла дальше через металлическую пластину. И, по идее, электричество должно выйти здесь и активировать вот этот вот приёмник. Дай попробуем. Срабатывает, не срабатывает, моя. Гениальнейшая идея. Ты видел? Смотри, как далеко электричество достаёт до вот этого приёмника. От наковальни. Хммм. Очень любопытно. Короче, вот. Мы научились строить вот такие вот электрические цепи. Хммм. Что нам нужно? Нам нужно? Мне кажется, что нам нужно. Нам нужно сделать вот так. Смотри, следующим образом. Здесь ставим куб. Подтягиваем сюда нашу платформу. Давай, платформа, останавливайся. Есть! Платформа остановилась. Она тоже передаёт электричество. Это хорошо. Теперь нам нужно грамотно выстроить цепь. Значит, ставим вот так. Теперь делаем вот так. Губку берём. Губку нужно поставить здесь. Во! Работает! Всё работает! И... Блин, сюда что-то ещё нужно. Нужно что-то ещё сюда. А если я отсюда уйду? Да, двери закрываются. Хмм. А чё, если мы попробуем электричество перенаправить сюда? Вот так вот. Губку оставляем здесь. Здесь всё работает. Посмотрим, куда эта платформа нас отправит. А-а-а-а! Ну всё, теперь всё должно срабатывать. Всё должно получиться. Ставим наковальню здесь. Губку вернули назад. И теперь всё работает! Всё попинчую. И знаешь что? Мне ещё любопытно. Если сюда водички налить, трава это вырастет или нет? Прям вот видно, что её сюда специально посадили как-то. Хмм. В общем, ладно. Пошли. Кристалл. Мы уже рядышком. Наконец-то мы забрались сюда. Фиолетовый кристалл. Да здравствует, фиолетовый кристалл. Ура, ура, ура. Что же в этом золотом сундуке? А силовой луч? Вот этот вот кусочек кристалла. Вот этот вот кусочек кристалла это важный сюжетный предмет? Ну ладно, давай возьмём. О-о-о-о! Соединяйте предметы при помощи магического луча. И притягивайте их. Теперь у нас есть фиолетовый макгафин, грубо говоря. Зажмите, чтобы найти подходящую поверхность. Ну, например, вот на фиолетовом кристалле, да? Вот. Вот сюда, например, да? Или он туда, я не знаю. Это вроде не подходящее место, да? А где подходящее? Вот! Он загорелся фиолетовым, это подходящее место. Так. Отпустите, чтобы прикрепить луч к поверхности. Прикрепили. Смотри-ка, как прикольно. И теперь при помощи этого луча я могу подтянуться туда. Шпых! Прикольно. И у меня задача обновилась. Идите к королю Синевиля. Ну хорошо, скоро мы пойдём. Только нужно всё проверить здесь. Музыка такая классная. Усач! Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok